Приветствую вас. Вы знаете, мне больше импонирует ответ второго эксперта на момент записи моего ответа ибо два ответа Александра, ибо он довольно-таки точно подметил основные моменты, которые вам нужно повторять в жизни, чтобы у вас все получилось. Мне бы хотелось добавить для себя вот что, для вас точнее добавить от себя вот что. Вы говорите, вы говорите о том, что хотите разжечь в девушке искру, но при этом вы ее любите и при этом вы, ну, наверное, если любите, наверное, вы хотели бы, чтобы она была счастлива. Так, подозреваем. Вот. Значит, давайте подумаем с вами так. А если вы девушку любите, если вы действительно девушку любите, то у вас будут одни приоритеты. Какие приоритеты, я говорить сейчас не буду, потому что хотелось бы, чтобы вы сами дошли до этих приоритетов. Если вы хотите засечь в девушке искру, вы хотите это сделать для чего-то. И в первую очередь, я думаю, что вы хотите сделать это для себя. То есть вам нужно, вам нужно, чтобы у девушки эта искра была. Вопрос в том, зачем, для чего вам эта искра, это уже не столь важный вопрос. Вопрос в том, что вам нужно, чтобы эта искра была. Вы хотите, чтобы она была. Вам необходимо, чтобы эта искра была. И вот здесь первое, с чего я хотел бы начать свой ответ, это именно с этого. Определитесь, пожалуйста, со своими приоритетами и со своими целями, что для вас важно именно в контексте девушки. Что вы, я не знаю, хотите, например, для нее? Что вы хотите для себя в этих отношениях? Все это в этих отношениях. Это первое. Вот как приоритеты определите для себя, так и будет вам все понятно. Далее. Далее. Если вы выбрали приоритет первый, то поведение ваше, оно будет построено одним образом. Оно будет направлено по большому счету на тому девушку. И все. То есть у вас, у вас, по сути дела, других ориентиров не будет. Кроме только того ориентира, что вы желаете, вы желаете, чтобы девушка была счастлива. Вот и все. Других приоритетов в этой ситуации у вас не будет. И, следя из этого, сделайте все для нее, для девушки сделать все возможно, чтобы она была счастлива. Сделайте все необходимое для того, чтобы у девушки было все, что ей нужно. Все, что она хочет. Все, что ей необходимо. Понимаете, без этого вам не получится. Вот так вот. Вот так вот. Постепенно. Постепенно, 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 постепенно. Вы будете приходить к тому, что, значит, девушка будет понимать, что вам можно доверять, что на вас можно положиться, что вы хороший человек, что с вами можно быть собой, что вы, там, не требуете, например, от нее ничего, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, моментов здесь может быть много, достаточно. Самое главное, чтобы вы вот это поняли. Это вот, вообще, самое главное, вообще, эта ситуация. Далее. Как-то вот само собой, понимаете, получится тогда, что ваша цель основная будет именно в этом. В том, чтобы сделать свою девушку счастливой. Вот по сути и все. Понимаете? Это, по сути, то, что вам нужно делать. Это, по сути, самое основное. Просто делать девушку вашу счастливой. И все. Но если вдруг вы чувствуете, вас это напрягает, что вам, там, тяжело, что вы, например, хотели бы для себя чего-то другого. Ну, просто вот, просто, допустим, что вы хотели бы для себя чего-то другого, да? Это ведь нормально. Нормально, что вы можете хотеть для себя, там, и любви, и всего прочего и так далее. Это нормально. В этом нет ничего здорового, в этом нет ничего плохого. Мне бы не хотелось, чтобы вы как-то из-за этого себя ущемляли, да еще и совершенно незаслуженно. Вот. То есть ситуация заключается именно в этих аспектах. Эти аспекты, они важны, эти аспекты, они необходимы для того, чтобы вы поняли, чего же вы все-таки, опять же, для своей девушки желаете, чего вы желаете для себя. И вот это все поможет вам сначала определиться с оседаниями, хотя бы. Хотя бы с оседаниями. Далее. Далее мне бы хотелось сказать вам так. Значит, чтобы начать девушке из круг, вам необходимо быть тем мужчиной рядом с ней, который, ну, был бы ей нужен. Вам нужно быть тем мужчиной рядом с ней, которого она хочет видеть рядом с собой. То есть, условно говоря, вы знаете, кто ей нужен. Да, ну, скорее всего, я так думаю, что вы знаете, какой мужчина нужен вашей девушке. Вот. И постарайтесь, постарайтесь быть им, постарайтесь дать девушке то, с чем она нуждается, постарайтесь удовлетворить ее потребности в конце концов в том, что он является для нее важным именно в гендерных отношениях. Постарайтесь соответствовать образу того мужчины, которого она хочет видеть рядом с собой, если вам это не несет вреда. И вот тогда у вас, опять же, по моему мнению, у вас все будет хорошо, у вас все будет замечательно и проблем никаких совершенно с этим не будет. Да, конечно, сразу не сказать, что, вот, какое-то время, значит, ну, какое-то время потребуется на то, чтобы девушку располагать в себе. Какое-то время потребуется на то, чтобы, ну, на то, чтобы девушка поверила вам, чтобы расслабилась с вами, чтобы не боялась и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, вам придется решать, исходя из ваших, опять-таки, предпочтений, исходя из ваших желаний, вам и придется решать. Готовы ли вы дать своей девочке столько времени, сколько ей нужно, готовы ли вы посвятить своей девочке столько времени, да, сколько ей нужно? Если это сейчас вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, дополнительные пишите в личку, я вам помогу. Если понравился вам мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!